Занимайте места. Сегодня я хотел быть здесь, хотел прийти к вам, быть вместе с вами и разделить с вами ваше горе, ваши слезы. И то, что так трудно иногда пережить нам, людям, когда мы живем здесь на земле. Я хотел бы обратиться к тебе, Артем, в первую очередь и молясь за вашу семью, молясь за Лену, когда она еще была жива. Сейчас хотел бы, молюсь за тебя, чтобы Господь дал тебе силы перенести все это, не унывать, и хотел бы сказать несколько слов Священного Писания. Когда Господь Иисус Христос пришел в Вифанию, его встретила Марфа, потом вышла Мария, и обе эти сестры сказали такие слова, «Если бы ты был здесь, не умер, бы брат наш». Кто-то говорит, что на похоронах надо радоваться, веселиться, потому что мы празднуем жизнь человека. Но на самом деле для меня похороны – это печальный, тяжелый день. Мы плачем, мы расстаемся с нашими родными и близкими. И, может, мы так близко друг друга не знали, но для родных и близких утрата родного человека – это всегда тяжело. у нас когда-то родилась дочь, и когда ей было две недели, и ей делали операцию на сердце, и я, как отец, стоял в операционной столе рядом с ней, и тем, как сделали ей анестезию, я задавал Господу вопрос, почему. Я думаю, что сегодня могут задавать этот вопрос родные и близкие, почему задаем мы, почему в такие молодые годы человек уходит. Можно обидеться на Господа или как-то унывать от этого, но Господь проводит нас через такие долины не для того, чтобы сделать нам больно. Я вам скажу, что мы с вами меняемся только через страдания. Мы с вами становимся человечнее, когда мы плачем. Если нас сделать богатыми, здоровыми, счастливыми, мы счастливыми от этого не станем. Мы людьми становимся тогда, когда мы рядом, в горе стоим друг с другом. Тогда мы человечнее. И вот здесь, когда Господь Иисус Христос пришел в Ифанию, и обе сестры плакали, я хотел бы сегодня рассказать вам о моем Боге, и надеюсь, что Он ваш Бог. Иисус, когда услышал и увидел это, Он прослезился. Если бы не было этого текста в Священном Писании, я бы понимал Бога совсем по-другому. Но именно благодаря одному стиху, который записан в Евангелии от Иоанна, в 35-й стих написано, Иисус прослезился. В английском переводе написано, что Он заплакал. Зная, что Лазарь воскреснет, зная, что буквально сейчас Он скажет, Лазарь, выйди вон, и Он выйдет и станет живым человеком, но прежде, чем произошло это воскресение, Иисус прослезился. В посланнике Евреям написано, что мы имеем первого священника, который сострадает нам. Как отец, который стоит возле дочери, которой надо сделать операцию. Ему легче лечь самому на этот стол, нежели смотреть, как страдает его ребенок. Я хочу сегодня, Артем, сказать, что Господь не где-то на небесах. Он здесь рядом. Он плачет вместе с вами. Наш Бог, в Который мы верим, это не просто Бог, который без души, без сердца. У него есть сердце, у него есть чувства. И когда Он проводит нас через страдания, Он плачет вместе с нами. Это наш Бог. Мой любимый Псалом 22, Господь пастырь мой. Есть там такие слова, если я пойду долиной смертной тени, то не боюсь зла, потому что ты со мною. Каждый человек, независимо в каком он возрасте, боится проходить долину смертной тени. Мне было страшно умирать в свое время, и каждому человеку очень страшно умирать. Но мы, веруя в Бога, не просто веруем бездушно, но знаем, что Господь проходит вместе с нами, и Он рядом с нами, когда нам страшно, когда мы проходим долиной смертной тени. Ты со мною, и я не убоюсь, потому что ты рядом. Я хотел бы сказать сегодня, Артем, тебе и всем родным, родителям, сестрам, я хотел бы вам всем сказать о том, что Господь сегодня здесь. Он не где-то на небесах, на престоле, занят чем-то другим. Сегодня Он здесь, на похоронах, рядом с вами, плачет. Может, мы Его не видим, но эти слезы можно увидеть в братьях, сестрах, в родных. Мы плачем вместе с вами, и с нами здесь присутствует Господь, который утешает своим присутствием. Я хотел бы сказать, что важно при этом помнить, что Он никогда не ошибается. Он проводит нас так, не просто потому, что Ему от этого приятно, потому, что Он знает самый лучший метод и самую лучшую возможность, как нам прожить эту жизнь и когда нам уйти с этой земли. Сегодня мы задаем вопрос, почему. Сегодня мы говорим, если бы ты был здесь, но Господь, проводя нас, выбрал самый лучший вариант, самый лучший метод для того, чтобы мы, проходя этот путь, прошли вот так, чтобы это было для нас во благо. В Иеремии написано, только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Дорогие мои, все родные, близкие, все присутствующие, не обижайтесь на Бога, доверьтесь Ему. Он создал этот мир, и этот мир прекрасен. Он полон мудрости, знания, ведения. Он царствует, и Он наш любящий Отец, не просто где-то на небесах, Он рядом с нами. Нам непонятно, почему она умерла так рано. У меня нет ответа, но я знаю, что Бог, в Которого я верю, не ошибается. Он не делает ошибок, Он не переправляет свои действия, но самым бережным и любящим перстом своим Он творит то, чтобы каждый из нас был в Царстве Небесном. Может, сегодня кто-то здесь присутствует и не верит в Бога. Я хотел бы вам нежно сказать, не верить в Бога – это то же самое, что не верить в смерть. Можно отвергать ее, можно не верить, что человек умрет. Но когда человек умирает, и сегодня нам не надо об этом доказывать. Я хотел бы вас попросить. Я хотел бы вас попросить от всего сердца. Когда придет ваш день смерти, я хотел бы, чтобы вы были с Богом, и чтобы отцовские небесные руки встретили вас в Царстве Своем. Да утешу тебя, Господь, родителей и всех близких. И да пребудет с нами Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok